Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас очень ласковая, мне кажется, получится программа, потому что у нас в гостях Надежда Коршевских, представитель группы волонтёров городского округа Люберцы со своим питомцем, которого Надежда называет просто «сыночек». Наша сегодняшняя встреча посвящена Международному дню кошек, который отмечается во всём мире 8 августа. И хотя праздник является неофициальным, он празднуется как дань уважения кошкам, их почитания и какой-то необразимой любви к этим замечательным живым существам. Ну и, конечно же, хочется отметить, что в России день кошек отмечается 1 марта. Ну, о кошках можно, наверное, поговорить любой день. Поэтому, Надежда, расскажите сразу же, что это за чудище такое красивое? Это чудище было найдено на улице весом 150 грамм, он был вскормлен вручную, теперь вскормлен, вылечен. Как он оказался на улице? Он оказался сестрёнкой. Почему оказался? Непонятно. Скорее всего, разведенцы. А разведенцы, которые разводят? Да, которые разводят, но без документов осуществляют продажи животных, то есть не ведут селекционный отбор. То есть он как бы... Выбраковка. Я думаю, что это просто выбраковка. Ну, как он называется? Это порода золотистая шиншилла, текированный цвет, кстати, очень редкий окрас своей этой. У него, обратите внимание, короткие лапки. То есть самостоятельно такие животные на улице не выживают. Они не умеют ни ловить, ни мышей. То есть они без человека не могут? Да, без человека не могут. Обычно до месяца породистые приходят в такое состояние, когда уже инфекции цепляют и, к сожалению, погибают. Они к жизни такие неприспособленные. И вот три годика вы его выходили? Да, вот я его выходила. Теперь он как бы живёт у меня дома. Девочку мы стерилизовали... Я её стерилизовала и пристроила в добрые руки. Так что брат и сестра под присмотром. Да, они под присмотром. Не хочет он нам в камеру смотреть, но ничего, потихонечку мы его... Ну, повернёмся. Вот у меня сразу же такой вопрос. Чувствуют ли животные, что ему помогают? Да, животные... Как вы это понимаете? Смотрите, животные, неважно, породные, беспородные, животные очень чувствуют ласку, внимание от человека. И, кстати, знаете, можно по животному видеть, насколько добрый человек или нет приходит вот к нему. Потому что животные ощущают на подсознательном видном уровне или по каким-то там своим у них виртуальным, что человек злой и может причинить вред. Также кошки не подходят к агрессивно настроенным детям, то есть у которых есть склонность к агрессии. Они чувствуют это. Они чувствуют это. Это вот в семье, это, кстати, будет первый показатель, например, если у ребёнка замечаем агрессию и агрессивное отношение к животному... Значит, надо что-то делать. Да, нужно предпринимать именно, здесь уже получается на подсознательном уровне, вот самый первый шаг для решения проблем с ребёнком, чтобы впоследствии уже дети, у которых есть склонность к агрессии, либо необходимо скорректировать лечение, воспитание ребёнка, может, требуется помощь психолога. Ребёнку же тоже некомфортно, он же родился не сам злой от агрессии, а какие-то есть у него причины. В данном случае кошка выступает как индикатор, получается, здоровья животных в семье. К тому же у многих есть аллергия, то же самое. Возможно, ну, аллергия-то на самом деле... Завели корочку и выбросили потом. Да, и выбросили. А вообще проще, конечно, не просто выбросить, да, а найти причину. То есть это значит, ребёнку необходимо лечение, а не просто... Вот, появилась аллергия, мы выпили лекарства, сами полечились, и хорошо. Но проблема же усугубляется. То есть такая лакмусовая бумажка. Да, по сути, да, лакмусовая бумажка. Здесь и не только вот... Может быть, у него вообще аллергия не на шерсть, а на пыль. А когда животное появляется, например, а котёнок, он же везде лазит, пыль собирает. Может, вообще по факту не на животное, а на пыль. И в итоге лечит, ну, как бы блокирует этими таблетками. У нас же как принято? Мы же идём прямо сами, сами лечения назначаем сами себе. Хорошо, вот давайте вы, как волонтёр, в кошках очень хорошо разбираетесь. На сегодняшний день кошка, кот, ну, я имею в виду семейство кошачьих, да? Да. Но не будем брать тигров и прочих товарищей. Это отдельная история. Они всё-таки приручены нами или они по-прежнему сами по себе? Вы знаете, всё... Они, скорее всего, сами по себе, но при этом очень многие кошки после того, как их забирают с улицы, там, либо ещё пролечат, они настолько благодарны. То есть они понимают и помнят. Да, понимают, помнят. Они умеют разговаривать, то есть общаются. Это как? Ну, то есть прямо ты разговариваешь, и тебе как бы кошками учат в ответ, отвечают. И это вот в условиях пандемии очень здорово, кстати, по всему миру, и у нас вот в стране проявилось огромнейшее количество животных, было разобрано по домам и помогло всё-таки пережить вот эту вот самоизоляцию, которая была вынуждена где-то... когда люди вообще не могли возможности посещать, то кошки помогали снизить стресс и вот эта вот агрессия, которая возникала, потому что в замкнутом пространстве очень тяжело человеку находиться без социума, получается. А кошки помогали скрасить данное одиночество. И практически возвратов тех животных, которые взяли во время пандемии, не было. А вот что? А за границей, кстати, вернули очень много животных в приюты. Но у нас в России, к сожалению, такая ситуация происходит, то, что у нас нет приютов, у нас нет такого, что... Некуда вернуть. Да, некуда просто вернуть. И у нас многие, знаете, просто выбрасывают на улицу. Хотя можно обратиться, допустим, опубликовать объявление с просьбой о помощи. Да, вот давайте мы сейчас сразу же расскажем, как работает этот механизм. Вы являетесь представителем группы волонтёров, да? Как? Ну, вы же не ходите, не ищите кошек по улицам. Как это происходит? И наверняка люди, которые сейчас будут смотреть, во-первых, кто-то захочет стать волонтёром, во-вторых, кто-то, может быть, захочет... О, голос появился. Кто-то захочет, может быть, взять какого-то питомца вашего, ну, если есть, за которым нужен уход и так далее. Как работает ваш механизм? Смотрите, мы вообще группа неравнодушных девушек, получается, но у нас сейчас активно стали присоединяться представители мужского пола, потому что требуется помощь в перевозке, разгрузке кормов, которые заказываем. Животные как к нам попадают? Их просто выбрасывают возле подъездов, возле домов, на трассы. Ну, если выбрасывают на трассы, на дороги, то животное практически 95% погибает. Если только неравнодушные жить, люди не заметили и не кинули клич, нужна помощь, просьбим, и попадает это в группы чатов волонтёров. И здесь уже волонтёры, конечно, они все окошачены в плане того, что очень много животных у каждого волонтёра на попечении. У меня, допустим, на попечении порядка 20 животных. У нас знакомятся люди. Вот. А вообще, по-хорошему, если вы понимаете, что не можете, начинайте публиковать объявления на Авито, Юле, о том, что вы отдаёте в добрые руки. То есть в этот момент животное здоровое, и есть шанс найти дом. Понятно, что это не за один день происходит. Волонтёры – это помощь государства, нам денег не платят. Мы сами работаем на двух-трёх работах для того, чтобы оказывать помощь. Мы их лечим всё за свой счёт. Да, но с другой стороны, я сейчас просто... Понятно, то есть нашёл, либо сам к себе забрал, либо кому-то предложил, либо опубликовал и так далее. Но ведь приюты существуют, и про них ходят всякие легенды. Говорят, что хороший приют – хорошо, а бывают, что приюты, где их, наоборот, не кормят, чтобы быстрее забрали. Такое тоже... А вы знаете, вот, например, в Кожуховском приюте, там на сегодняшний Кожуховский, Некрасовский приюты все приюты переполнены. Чтобы животное туда попало, ну, это из грани фантастики. Попадает только то животное, если освободилось место, если оттуда... А если не освободилось, не берут просто? Не берут, просто не берут этих животных. И у нас люди просто берут и выкидывают, да. Ну, шансов того, что попадёт к волонтёрам, волонтёров не так много. Неравнодушных граждан, они есть. Но тоже не так уж много. Ну, не так уж много, да. Но есть очень такие граждане, которые активно начинают травить хлоркой, доместосом, добавлять еду. Но при этом, кстати, можно вообще сократить численность животных, как это было сделано в Нидерландах, Германии, других странах, это путём стерилизации домашнего животного. Как такового глобального механизма в стране сегодня нет решения вопроса бездомных животных, которые либо изначально были бездомными, либо их судьба сделала бездомным, потому что приюты так серьёзно не работают, волонтёров не так много, и, в общем-то, решить проблему довольно сложно. Да, на уровне государства, конечно, принят закон о жестоком обращении с животными, он очень тяжело идёт по стране, плохо работает, по крайней мере, ну, позволяет благодаря волонтёрам вычислять живодёров, тех, которые потенциально могут не только над животными издеваться, но они могут причинять вред и человеку. Вы не забывайте, что сегодня он убил котёнка, расчленил, завтра вырастет этот ребёнок, и он уже будет, получается, нести агрессию в социум, в котором он живёт, потому что есть проблемы в социуме, если они не решаются, то они переносятся на тех животных, которые беззащитны, не могут пожаловаться. Ну, это понятно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, тем более, что наш сыночек, да, правильно? У него такая интересная вот кличка, сыночек немножко наш должен тоже передохнуть. А во второй части давайте поговорим, как правильно всё-таки за кошками ухаживать, что для этого нужно делать, питание, как сделать, чтобы кот ваш... То есть о плохом поговорили, понятно, что хочется, чтобы были приюты, понятно, чтобы были организации, которые этим занимались. Возможно, кто-то услышит и предложит что-то вам после сегодняшнего дня. Да, минимум, вот на сегодняшний день, например, в Люберцах есть такие квартиры, где неравнодушные мужчины, кстати, допустим, 50 кошек подобрали, да, но не знает, как пристраивать мужчина. И на сегодняшний день такая сложилась ситуация, что подключились волонтёры, и помогает этому мужчине сейчас решить вопрос с животными, потому что человек не знал, как кормить, вот об этом дальше расскажу, как ухаживать, и, естественно, в квартире получилась антисанитария. Ну и соседи, естественно. Да, и соседи, и в итоге вынесено решение суда о выселении кошек. Теперь вопрос, если 53 кошки попадут нестерилизованными на улицу, представляете, что будет через 3 месяца, если каждый по 5-6 штук родит? Это будет просто всплеск. Ну вот давайте, да, во второй части поговорим о более приятном, о том, как надо ухаживать за питомцами. Напомню, что Международный день кошек отмечается в августе, в России отмечается в марте, отсюда мартовский код, как бы, да, всё понятно. Вот как раз наш замечательный сыночек сейчас закрыл глазки, ему хорошо, а поэтому сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Такая у нас сегодня кошачья, можно сказать, программа, потому что у нас в гостях вот такой замечательный кот по имени Сыночек, так его назвала Надежда Коршевских, представитель группы волонтёров городского округа Люберца, который занимается такими замечательными нашими друзьями. Вот, и напомню, что был подобран на улице, да, 150 грамм. 150 граммов весил. Выходила Надежда. Надежда, вот давайте мы теперь поговорим о том, мы говорили в первой части о сложностях, да, бытия для котов и кошек, а теперь поговорим уже о тех котах, которые пристроены, которые просто есть у наших людей, но не все знают, как правильно обращаться со своим домашним животным. Начнём с питания. Вот бытует такое мнение, что кота нужно кормить тем, что ешь сам, ну, в пределах разумного. Ну, например, есть коты, которые любят огурцы, да, кто бы мог подумать. У меня был такой, это точно помню. Но некоторые говорят, что надо кормить только вот питанием, которое специально для кошек разработано. А некоторые утверждают, что если только на этом питании кот будет сидеть или кошка, то у них с желудком будут проблемы, потому что там тоже не всё хорошо. Так как правильно кормить-то? Вы знаете, сами по себе кошки – это хищные животные, будем говорить, да. Да, естественно, у них в рационе кормления должно быть всё-таки мясо. Мясо, оно не такое, что как бы там с улицы. Обычно промороженное используется, которое мы используем себе для приготовления еды. Это индейка, курочка. Но это в том случае, если у животного нет аллергии. На мясо? Да, на мясо. У нас в магазинах представлена широчайшая линейка кормов, начиная от лечебных кормов, заканчивая кормов, которые позволяют решить какие-то проблемы, которые есть у питомцев. Например, непереносимость белка, аллергия. Но это только после того, как с ветеринаром, да? Да, вообще… Скажем так, неплохо было бы своего питомца сводить к ветеринару, обследовать, понять, как он там у него сидел. Да, ну вот смотрите, появляется котёнок дома. В три месяца, ну вот я просто с нуля и до трёх месяцев, в три месяца он получает первую прививочку. Она без бешенства. Вторая прививка уже делается с бешенством, она комплексная. То есть там от всяких ринотрохиитов, панликопении – это тех заболеваний, которые поражают в основном кошек. И это позволит защитить питомца, потому что вы эти инфекции вы просто приносите с улицы. Также на обуви можете, если попадёт что-либо. Теперь эта прививка поможет защитить не просто животное, да, и сохранить ему здоровье, но и ваш кошелёк, потому что лечение животного… Дороже и дороже, да. Да, всё становится дороже и дороже. Услуги ветеринаров дороже и дороже. Теперь в возрасте где-то 7, ну там от 6, начиная месяцев, и старше где-то около года, для того, чтобы животное не убегало и во избежание риска рака яичников, матки, то, что провоцирует рак молочных желёз. То есть кошечку желательно стерилизовать, получается, ну, а кота, соответственно, кастрировать. Но кота где-то от 7 месяцев, то есть там тоже ветеринар смотрит, определяет, готов ли половозрелый уже питомец или нет. Но это, во-первых, ещё, кстати, гигиена, потому что дома кот будет метить, а зачем вот этот лишний запах и потом проблемы дальше. Отвлекает один маленький моральный вопрос. Вправе ли мы принимать такое решение? Ну, смотрите, сами животные, они у них на уровне инстинкта. У них нет, как у людей, чувства, любовь, нелюбовь. У них всё чисто инстинктивно. Это как у женщин, если это определённые менструации, то у кошек это течка. И когда она идёт так же постоянно, при этом яичники продолжают функционировать. Но при этом кошка не будет мучиться и стрессовать во время этого. То есть либо мы создаём семью, и тогда занимаемся кошкой. Значит, надо искать самца, чтобы как-то там специальную породу... Нет, не согласна. Смотрите, для того, чтобы заниматься разведением, всё-таки нужно понимание генетики, с кем ты сводишь. Во-первых, животное у вас должно постоянно... Перед тем, как свести животное, заводчики грамотные, которые и по правилам, которые состоят клубные животные, они сдают анализы. Это очень дорогое вообще удовольствие. Сдают анализы, постоянно контролируют... То есть вы советуете всё-таки стерилизовать? Обязательно. Это позволит, во-первых, избежать непристроенных животных. Это да, они маленькие, мимишные. 2-3 месяца, когда животному... То 2-3 месяца животному, то получается уже всё, начинается проблема. Это лазание по шторам, приучение к лотку. Различные проблемы получаются. И на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что у людей очень много аллергичных, и брать домой они не готовы питомцев. А куда этих всех животных пристраивать? Тех, которых вот кошечкой... Да, кошечкой... Если каждые 3 месяца кошка 5-6 котят может приносить. А столько как бы у нас людей, будем говорить, нет. Пристраиваться от силы, ну, может, десятки, там, тысяч животных. А в итоге их, к сожалению, на улице миллионы. Ну, понятно, да. То есть, чтобы популяция была... Хорошо. Ну, вот, это понятно. Сделали все прививки, и потом будут ещё прививки на каком-то... Раз в год. Нет, раз в год делаются прививки, контролируется как бы состояние животного, потому что в последнее время вот из-за бесконтрольных вот этих вот случаях и разведения животные, к сожалению, подвержены в Москве, там, Питер, крупные города инфекциям. Такого раньше в деревнях как бы не было. Здесь ещё хламидиоз добавляется, микоплазмоз. И для этого животное как бы лечить. Лечится антибиотиками, кстати, человеческими. Есть часть антибиотиков ветеринарными, но всё это только по согласованию с врачом. Ну, вернёмся всё-таки к питанию. Опять же, я хочу понять. А к питанию. Сбалансированное питание на сегодняшний день в кормах представлено. Там и минералы, и всё. Ещё раз. Можно кормить, может быть, тоже посоветовавшись с ветеринаром, только кормом. То есть не обязательно сочетать корм и, например, обычную человеческую пищу. Человеческую пищу вообще нежелательно. Это начинается нарушение желудочных кишечных трактов. Раньше кормили, а раньше нечем больше, в принципе, было кормить. Раньше мы и чипсы не ели, если на то пошло. И раньше у нас не было готовой еды. Вот, например, это просто огромный город сейчас привёл к тому, что у нас нет физически времени готовить. И в итоге мы покупаем готовые полуфабрикаты и готовим. Это то же самое с животными. Хорошо. Теперь прогулки. Потому что некоторые животные так и сидят всё время дома. Хорошо, если есть дача. Но надо ли как-то выгуливать своих котлов? А прогулки, вы знаете, очень есть хороший выход. Это выгульники за окнами устраивать. Это не так дорого, как все думают. Начинает от трёх тысяч, смотря что ты там хочешь. Выгульники – это в виде специального какого-то пространства, где сеточка, где животное может прогуливаться и гулять. То есть не обязательно на улицу водить животное, потому что, например, если оно не привито, у него риск заболеть практически… Моментальный. Да, по сути, моментальный. Ну, хорошо, если повезёт, что не моментальный. Ну, просто я вот видел, что как собачек выгуливают, так есть кошечки выгуливают. Ну, во-первых, вы учтите, что сейчас раньше не было такого количества животных. Это сейчас у нас концентрат идёт. Города, люди, инфекции, всё в одном месте. Раньше такого не было. Раньше всё-таки совершенно было другое. И иммунитетом слабые животные стали появляться. Это только потому, что нас все возомнили, что они биологи, они могут заниматься разведением животных. Ну, да, да. То есть все у нас специалисты. Понятно. Ещё такой вопрос. И сеточки, кстати. Очень хорошо сетки. Это для того, чтобы животные не выпадали. Так как они… Когда у них… Если у вас не кастрированное, не стерилизованное животное, и даже если оно кастрированное, стерилизованное, у них охотничные инстинкты никуда не делись. Увидев птичку, они летят в это окно открытое, падают, разбиваются. Есть, конечно, ответственные люди, которые лечат животных, если сетки. Одного раза бывает достаточно, чтобы потом люди установили сетки. А на сегодняшний день сложилась такая ситуация. В основном это экономия денег. Ну, понятно. И плюс у вас помещение проветривается, кстати. Хорошо. Ещё такой вопрос. Вечная тема собаки и коты, собачки и кошки. Вот есть ли в семье и кот, и собака? Кто всё-таки… Они сами принимают решение, кто главный? Они сами принимают решение… Я к чему? Лучше, чтобы было только кот, например, или лучше, чтобы только собака была? Для них, с точки зрения их состояния. Нет, если рассматривать… Если вот кошечки, да, то кошечка с котом, они отлично живутся. То две кошки могут делить как бы территорию завоёвывать. И два кота. И два кота аналогично. А если кот и кошка, то они уже здесь общий язык найдут меж собой. А также кошки отлично дружат с собаками. Есть, бывают, конечно, очень такие животные настроенные, допустим, те же самые собаки. Они, ну, никак не воспринимают кошек. Например, хаски. Очень модная порода. В итоге одна из самых тех, которых просто выбрасывают на улицу, и они беспризорные бегают это. Есть приюты, которые хасками занимаются, но это достаточно сложное животное. И нужно соизмерять, животное подбирать не по породе, например. Вот кому-то, да, вот он мимишный, всё красиво, но у него столько шерсти. И если вы не готовы проводить влажную уборку, вы через неделю поймёте, что вы просто обросли шерстью. Вот. То есть и каждый стараться по характеру. Волонтёры почему проводят беседы с будущими владельцами, потому что они понимают, по характеру кому что подойдёт. Потому что кому-то нужен такой, очень такой, любит играть, любит там, а кому-то нужен спокойный, флегматичный, чтобы ничего не трогать. Кстати, говорят, что когда выбираешь себе, ну, вот котята там, предположим, 10 котят, говорят, что надо брать самого буйного. Потому что он самый такой, ну, жизнеспособный. Это правда? Нет, абсолютно не так. Просто есть животные флегматичные, есть такие озорные. Как люди. Да, как люди. Потому что если вы не хотите, чтобы у вас там шторы упали, не хотите, чтобы у вас там тут же вас перетаскали что-нибудь, разбили. Ну, то есть надо выбирать по характеру. По характеру всё-таки. Самое последнее. Вот одним предложением. Как вы считаете, что для нас вообще коты и кошки для людей? Что это такое? Это реально для одиноких людей это всё-таки... Отрада. Отрада. Для семьи с ребёнком это возможность, мало того, что проверить, не просто проверить ребёнка, а воспитать человечность, мягкосердечность, умение относиться к беззащитному животному, защищать его. Это настолько вовлечённый воспитательный процесс. К тому же кошки, так как они ещё и лечат, к тому же многие кошки, это ещё позволит, кстати, у себя же диагностировать, например, а вдруг у вас какая-нибудь проблема, а кошечка постоит. Когда она ложится куда-то. Да, когда ложится, и она показывает, что у вас там какой-то непорядок. И вот у вас, пожалуйста, бесплатный домашний доктор, который позволяет вам обратить на себя внимание. И просто нужно прислушиваться. В общем, коты и кошки – это непонятно, кто кого приручил. Да, вот. Правильно? Всё верно. Я благодарю, Надежда, вас, вашем лице всех волонтёров. Вы являетесь представителем группы волонтёров городского округа Люберцы, и не только городского округа Люберцы. Судя по всему, сыночку у нас понравилось, он уже дремает. Значит, у нас тут аура хорошая. Мы поздравляем вас с Международным днём кошек. Желаем, чтобы всех ваших питомцев вы куда-то пристроили. Ну, а наши телезрители, которые ещё в раздумьях брать, не брать кота, поймите, если вы готовы нести ответственность, это же живой организм, живое существо, это, в общем-то, член семьи, то тогда, конечно, нужно брать. А если нет, не готовы, то можно от этого воздержаться. Спасибо вам большое. Спасибо нашему сыночку, он даже не в курсе, что праздник, да? Вот. Надежда Кашевских, представитель группы волонтёров городского округа Люберцы, программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Ну и можно сегодня сказать «Мял». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!